А сегодня ночью в столицу вернулся тот самый самолет, который отвез первый эшелон казахстанских спасателей. Авиалайнер из Турции прилетел не пустым. На его борту были пассажиры, граждане Казахстана и Кыргызстана. Сколько человек удалось эвакуировать из зоны стихийного бедствия и как они пережили страшное землетрясение, расскажет корреспондент столичного бюро КТК Азиза Исабай. Несколько часов полета, мягкая посадка и родная земля под ногами. Сегодня ночью в столицу Казахстана из Турции вернулись 16 наших соотечественников. Людей эвакуировали из города Газиантеп на самолете, который ранее доставил туда казахстанских спасателей. В воздушной гавани столицы пассажиров встречал представитель Министерства иностранных дел. Прибывшие в Астану граждане с ужасом вспоминают произошедшую трагедию. В 4 утра вот это произошло, шум поднялся, все выбежали на улицу. И сидели до утра в машинах, до 10 утра. Землетрясение было это ужасно. Невозможно было дома заходить. И очень много, много-много там пострадавших было, умерших. Моих знакомых тоже умер. Там его детей, дома разрушились. В числе эвакуированных казахстанцев были 5 фармацевтов, которые отправились в Турцию, чтобы заключить бизнес-соглашение с местным инвестором. Но командировка не удалась. Не завершив переговоры, казахстанцы приняли решение вернуться домой. Такое изменение мы первый раз сами в жизни увидели. Они продолжались прямо до вылета, правильно? Мы даже в аэропорту перед вылетом чувствовали последние толчки. Я думаю, что сейчас тоже продолжается все это. То, что мы увидели сейчас, это море слез, горе людей. Всего из Турции в Казахстан прибыло 18 человек. Двое из них – граждане Кыргызстана, которые прибыли в нашу страну, чтобы добраться до своей родины. Для них случившееся тоже стало ужасным шоком. И совсем не сравнимо с теми землетрясениями, которые случаются в Бишкеке. Землетрясение у нас в стране длится 3-5 секунд. Там оно длилось полторы минуты. Представляете, 6,5 было. Это очень страшно. Дом треснул, но не разрушился. У нас довольно-таки новое здание было, поэтому нам повезло. Но мы устали, упорочни, получается. Пережидали, было страшно. Думали, ну чем дальше время длится, эти полторы минуты длится как полчаса. В разрушенном от землетрясения Газиантепе проживает около 3 миллионов человек. По словам людей, в городе царили хаос и паника. Тем, кто пострадал незначительно, помогать было просто некому. Все силы были направлены на спасение людей под завалами и тяжело раненым. В Министерстве иностранных дел нам сообщили, что это первый и пока единственный самолет с эвакуированными гражданами Казахстана. Организовывать дополнительные рейсы МИД не планирует. Все те наши соотечественники, которые сейчас находятся в Турции, а это около 75 тысяч человек, должны самостоятельно купить авиабилеты, чтобы покинуть зону бедствия. Как сообщили в Комитете гражданской авиации, количество авиарейсов между двумя странами не изменилось, за исключением тех регионов, где произошла трагедия. Туда казахстанские авиалинии не выполняют регулярные рейсы. Азиза Исаба, Тимирлан Нуртаза, Столичное бюро КТК